Я вас приветствую в эфире СМ-шоу. И как всегда у нас в программе интересные гости. А сегодня наш гость, заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым Мустафа Абибулаев, он же художественный руководитель ансамбля Бельбек. Мустафа Абибулаев, заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым, художественный руководитель ансамбля Бельбек. Закончил отделение хорового дирижирования Ташкентского государственного музыкального училища, преподаватель музыки в Танковском лицее для одаренных детей. За свою жизнь создал несколько вокально-инструментальных ансамблей, пробовал себя в качестве продюсера. Мустафа, я тебе приветствую в нашей программе. Привет, Мустафа. Мустафа, когда у тебя возникла идея создать такой коллектив? Совершенно случайно я попал в школу, услышал пение в зале, зашел, услышал хор, пели нормальные школьные песни. Я увидел хлопца, такого молодого парнишка, который я услышал его, увидел и услышал. Я так почувствовал, что у него есть какой-то особенный дар. Поэтому я с ним поговорил, сказал, вот найди еще мне несколько человек, сам предложи, я с ними побеседую. Он мне нашел их, я им сказал, давайте вот, хотите, у вас есть желание, мы попробуем немножко другого пения, многоголосия и так далее. И они изъявили желание, и вот так вот потихонечку это все началось. А почему именно вокальный коллектив? Я знаю, что у тебя был опыт создания вокально-инструментального ансамбля, и ты больше был инструменталист, как я тебя знаю. Вот почему ты перешел именно вокальный жанр? Ну, я тебе скажу так, Сиран, живя еще в Черчаке в Азии, я вообще по жизни был пионер-вожатым. Не в прямом смысле, я считал себя таковым. Я всегда собирал группы, я никогда не мог себе позволить кого-то выгнать. Вот были слабые музыканты в группе, были сильнее. Вот представим, мне сильные ребята говорили, вот его убери или я уйду. Я все равно этого не мог сделать, наверное, это было неправильно. Мы были советскими такими людьми правильными, и что мне было просто неудобно даже этого делать. Приехав в Крым, я сразу попытался. Ты сейчас это к чему сказал? Это тормозило, как бы, развитие коллектива? Или вот ты сейчас это к чему сказал, что вот, как бы, я их не могу... Я не говорю о группе «Бахчисарай», я о творчестве говорю немножко, как это проходило. Это мешало тебе всегда, да? Мешало, мешало. Потом я все бросил, абсолютно это. Приехав в Крым, я создал, вот ты уже сказал, группу «Бахчисарай». Ну, естественно, мы... Вот там тоже была своя фишка. Мне хотелось попробовать исполнить крымско-татарский джаз-рок. У нас же и этого не было. Это направление было, идентичная примерно группа «ФСаня», но были команды... Я их больше считаю более джазовыми коллективами. Но, тем не менее, да, в Крыму это был первый коллектив, который именно работал в этом направлении, бесспорно. Ну, вот это тоже эксперимент. У меня, я вот все время мечтаю о чем-то, чего-то хочу попробовать. Вот группа «Бахчисарай» была вот таким экспериментом. Это 90-93 годы как раз я работал с этим коллективом. Ну, скажу, в то время это было неплохо. Потом была большая пауза, большой перерыв. Потом была большая пауза в нашем государстве. Там экономический спад был сумасшедший. И это отразилось на всем. Поэтому ребятам уже кто-то захотел уйти в бизнес. Но это нормальное явление. Они были взрослыми людьми, всегда была идея. Она у меня давно уже зародилась, чтобы попробовать все-таки создать коллектив, который будет петь. И не просто петь. Идея у меня была такова. Как бы сделать так, чтобы попробовать петь наши крымско-татарские песни акапелла. Идея у меня была хорошая пауза. — Насколько менялся коллектив? — Когда ты хочешь сделать что-то серьезное, а капелла — это сложное направление. Ну, так скажем, не все смогли с этим справиться. В плане того, что где-то послабше слух был. А здесь это такое пение, ну, ты же понимаешь, что здесь нельзя мимо работать. — Ну, у вас какое направление сейчас? Этно-поп, фольк-жахт? В каком направлении вы себя относите больше? — Сиран, ты сейчас назвал те направления, которые я оба стараюсь затронуть. Те люди, с кем я работал, эти девочки потихонечку... Я, в принципе, никого не выгонял. У меня как-то вот так изначально всю жизнь я... Даже если слабый человек, вот я не могу сказать «уходи». Ну, они сами там, кто-то поступил и в Паторию уехал, кто-то поступил туда-то, туда-то. И они вот потихонечку, так скажем, ушли с ансамбля. Но, но... Здесь же на этом не закончилось. Я, конечно... В этом плане мы выиграли. У нас появилась Алия. Я с ней увиделся первый раз в Днепропетровске, когда с Бельбеком ездили мы на фестиваль. Мы там с ней даже и попеть успели. Вот появилась Алия, влилась в коллектив. Очень удачно, очень приятно. Вы знаете, прекрасно Алия. Был такой случай. Нам надо было ехать на конкурс в Луганск, международный конкурс. И нашему Рустему делают операцию. Он тогда был очень молодым парнишкой, мальчиком, можно сказать, Эльдар. Я попросил его срочно приехать ко мне. Говорю, Эльдар, приедь, нужно выручить. Мы с ним, он остался у меня ночевать. Мы с ним выучили Рустема партию и поехали в Луганск. Удачно выступили, победили. И как-то вот Эльдар увидел коллектив, ему понравился. И коллектив сразу почувствовал Эльдара. Я говорю, ну оставайся в коллективе. Скажите, насколько вам сложно работать с Мастапанем Димовичем? Приятно иметь дело с большим профессионалом. И при этом, конечно, нельзя не отметить его, на мой взгляд, очень грамотно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok У меня это уже, наверное, стало больше, чем хобби. Потому что чем дальше, тем больше я ввязываюсь в это, тем больше мне это нравится. Бывает трение в коллективе, споры между штабами? Бывает, что участники между штабами не разговаривают? Если бы их не было, это мертвый коллектив. Они должны быть, но они должны быть как бы в меру. Я рад, что у меня коллектив вот именно разноплановый. Есть такой товарищ как Арсен, это заводила наш. Рустем это самый скромный, самый такой воспитанный. Вот они все дополняют друг друга. А Алие живая, Эльмаз такая вот, она лишнего не скажет. Эльдар, он везде. Поэтому они дополняют друг друга, это нормально. Субтитры создавал DimaTorzok Бывало такое, что ты поругаешь, что ты не приходишь на репетицию? Очень часто. Вообще я вам скажу по секрету, я же знаю, что это не покажут по телевизору. Я ругаюсь все время. Бывает, это однозначно. Ругаюсь, наверное, потому что у нас они студенты в основном, кроме Эльдара. Ругань моя начинается с того, что мне не хватает времени с ними работать. Они приезжают ко мне по воскресеньям, а это очень мало. Я их понимаю как студентов. Мы должны, по идее, работать, ну, минимум через день. Поскольку этого времени нет, я с них пытаюсь выжать все за это воскресенье. И поэтому там у меня пробивает все, что пробивается уже. Но они это понимают. Готовы сегодня слушать музыку для такого направления? Я, наблюдая за зрителем, который ходит на наши концерты, делаю вывод, что он прибавляется все-таки. Я общаюсь со многими. Очень много звонков поступает. Вот раньше этого не было. Теперь хотят видеть, приглашают. Много таких зрителей, которые понимают наше пение. Вот это радует. Я ожидал худшего, честно говоря. Как вообще судьба сложена всего нашего народа, какой путь мы прошли. Поэтому я знал, что восприниматься будет тяжело и сложно. Но получилось довольно-таки неплохо. Ансамбль «Бельбек». Победителями в номинации «Открытие года Шеляле-2007» группа «Бельбек». Лучший вокальный ансамбль 2008 года «Бельбек». Ансамбль «Бельбек» – второе место 5-го международного фестиваля «Східный базар». Браво! Ансамбль «Бельбек» Ансамбль «Бельбек». Ансамбль «Бельбек» – победители в номинации «Популярность-2009». Ансамбль «Бельбек». Горбек «Бельбек» – «Бельбек» «Бельбек». «Победителями. Бельбек». Ну, есть критики? Вот честно сказать, вот поймите меня правильно, да, вот лично мне никто не сказал ни разу. Вот я хочу найти этих людей, я пытаюсь. Вот мне лично не сказали, что Бельбек поет, ну, может быть, я оговорюсь, как-то был я в гостях, сидел с более пожилыми людьми, со старшим поколением. Мне как-то один человек сказал, что вы поете хорошо, нам очень нравится, но он такую просьбу выразил, не пойте наши старинные песни, не обрабатывайте их. Ну, здесь, как бы, спорный вопрос очень. Я на это ему ответил в свое время. Я сказал, понимаете, обрабатывать песни, здесь в этом плохого ничего нет. Есть для того, что вы хотите слушать, у нас есть специально созданные ансамбли, коллективы народные. Это вот то, что фольклорные, которые вы любите, и они нужны, это наша основа. Это однозначно они должны быть. Но во всем мире уже давно практикуются, еще с советских времен, я даже привел им пример, что вы помните в Ташкенте или в Черчаке к нам приезжал вот тот же коллектив Яла, они пели песни. Вы все сидели хлопали, я говорю, я хорошо помню эти времена, вам нравилось. А те песни, которые они пели, я хорошо запомнил специально, что там 70% были народные песни в обработке. Я говорю, вам это нравилось. Вот вы только не хотите, чтобы наша песня переделывалась. Я всегда за основу. Мы все знаем, что Темель – это основа. Она должна быть и в веках. Но пробовать нужно, пробовать нужно, потому что это не мной придумано. Мне где-то даже обидно, что мы слушаем во всем мире, все делают, что-то пытаются. И мы тоже хотим попробовать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как часто вы выезжаете на гастроли? Вообще какие сложности у вас есть в коллективе? Сложность репертуара, сложность подбора имиджа. В чем главная ваша проблема? Ну, сложность в создании репертуара, я не скажу, что это самое основное. Мы находим репертуар. Он приходит, он рождается так постепенно. У меня в студии дома клавиши всегда включены, поэтому я так вот начинаю потихонечку. И начинаю потихоньку, а приходит потом быстрая идея. Но сложность у нас в другом. Все-таки у нас шесть человек со мной включительно, поскольку я с ними все время. У нас сегодня есть финансовые сложности. Но сейчас я поставил вопрос так перед коллективом. Говорю, давайте зарабатывать сами уже. Если мы будем это, ну, пытаемся. Во всяком случае, я думаю, что прорвемся. Это кепка. И эти ребята сегодня основные действующие лица нашего сюжета. Музыка в переходах и на улицах – это особый вид деятельности. Здесь можно услышать все – от русских народных песен до профессионального джаза или классики. Для кого-то это лишь хобби, а для кого-то – серьезный источник заработка. О том, как и сколько можно заработать на жизнь уличной игрой, мы попытаемся узнать из примера ансамбля «Бельбек». Люди останавливаются и слушают, но пока не густо. Я очень тороплюсь, кстати, но не смогла не остановиться. Это просто поражает. Ребята просто сказочные. Настолько вообще вдохновляют и хочется жить. Вот просто супер, просто. Дай бог им удачи всего, чтобы им дорожка какая-то открылась в будущее. Бесподобно просто. И вот тут что-то начало наклевываться. Один, второй, третий. Кажется, у ансамбля есть шанс неплохо заработать. Мир уличных музыкантов – особое ответвление музыкального мира со своими законами и традициями, кумирами и легендами. Кто-то встает в переходе раз в месяц и играет просто для души, а для кого-то это основной источник доходов. О заработках уличные музыканты предпочитают не распространяться, но считается, что в неделю при наличии интереса у слушателей можно заработать одну-две тысячи гривен. Но существует еще и плата за аренду места. Кроме этого, шоу-бизнес, как и любой другой вид бизнеса, имеет свои жестокие правила. Первое, с чем мы столкнулись – это конкуренты. Все вот светские люди, они предпочитают именно джак. Не то, что вот, скажем, вот сейчас вот музыка пошла, там никаких правил не соблюдено, никаких норм нет. Бум-бум, ну, скажем так, образно говоря, литейно-прокатный цех. Вот с этим можно сравнить это. Бельбек – это очень талантливые, прекрасные ребята. Они мне нравятся. Ну, и нападнику тоже нравятся они. Там и голоса такие, знаете, нормальные, и льются. И все, ну, грамотно все сделано на высшем уровне. Как видите, конкуренты оказались вполне нормальными людьми. Мало того, уважающими профессиональную деятельность ансамбля. Оказалось, что у профессиональных уличных исполнителей, как правило, свое место и время игры. Жесткой конкуренции между музыкантами нет. Так или иначе, человек либо находит свою нишу, либо уходит из бизнеса. И все же пение в переходах – бизнес нестабильный. И даже самые талантливые музыканты могут остаться без ужина. Сегодня нашим героям повезло. Можно гордиться проделанной работой. А ваш первый грандиозный конкурс, в котором вы приняли участие? Наверное, я не вспомню его, но я очень запомнил, вот, кстати, тот же Луганск. Вот чем мне запомнились эти конкурсы? Все-таки формат там был такой вот этот международный конкурс, и требования были немножко другие. Ну, поехав на тот конкурс, я спел то, что было по требованию. Я однозначно спел нашу крымско-татарскую песню. И, понимаете, да, мы победили. И очень запомнился, конечно, конкурс, который проходил в городе Тернополь. Вот это для меня как бы история уже, которую нельзя забыть. И там исполнялись только на украинском языке песни «53 коллективов». И они наверняка были все, может быть, там, я вот дословно скажу, так буквально, что наверняка там было 95% украинцев, может быть, где-то процентов 5 их коллективов были русские, и один коллектив был крымские татары. И вот этот конкурс мы в Тернополе победили, мы взяли гран-при. Ребята из ансамбля «Бельбек» оказались легкими на подъем и согласились еще немного послужить для нас подопытными кроликами в серьезном эксперименте государственного масштаба под названием «Куда деваться талантам под угрозой невостребованности?» «Статья 89, пункт 2». Из истории известно, что было время, когда большинство дипломированных специалистов, медиков, учителей можно было встретить за прилавками на базарах. Это определенный выход из положения. Посмотрим, как с этой задачей справятся наши герои. «Ну, ближе к делу». Одеваем фартуки, и ребят уже ничем не отличишь от профессиональных торговцев. Для того, чтобы приступить к работе, необходимо усвоить несколько золотых правил торговли, одно из которых – продавать только качественный товар, который вы бы купили сами. «Дел для нас новое, неосвоенное». «Точно, неосвоенное». Ну что ж, вполне привлекательно и аппетитно выглядят овощи, которые и принялись распродавать молодежь. Второе правило – относитесь к каждому покупателю с симпатией и вниманием. Этого у ансамбля просто не отнять. Девчата активно взяли из-за потенциальных клиентов мужчин, а юноши включили свое обаяние на женский контингент. Ребята не жадничали, делали скидки, были внимательны с каждым покупателем. А еще немаловажным фактором является то, насколько вы настроены на успех и удачную торговлю. Ну а настрой на хорошее дает, конечно же, песни. Здесь ребята целиком и полностью подчинились зову сердца и своему истинному предназначению. Базар-вокзал, говорите? А вот и нет, это же светская тусовка. Слышно, как муха летает. Собралась довольно большая, горячая публика. Расстаялись отца не только клиентов, но и конкурентов, что уж точно случается крайне редко. Хотя недовольные лица тоже можно было заметить. Но бизнес есть бизнес. Здесь главное – результат. Ну а денежки любят счет, за что мы и сразу принялись после рабочего дня. Сегодняшний лов – 743 гривны. Ну что ж, неплохо. Если жизнь заставит, значит, не пропадем. Но то артисты и артисты, что талантливы во всем. Ну, Сафан, ты понимаешь, что ты на себя такую ответственность взял? Да, вот что ребята уже как бы полностью болеют этим коллективом. Ты не боишься, что, допустим, тебе надоест, ты брошешься? А как дальше судьба этих ребят сложится? Понимаешь, когда начинаешь ощущать кайф уже в том, что делаешь то, что слышишь, оно уже наталкивает на более серьезные отношения. Оно же не изначально, вот оно вот так вот, раз, и мы будем вот такими. Я им говорил, когда они были школьниками, я им говорил, вы просто слушайте и делайте, что я вам говорю. А дальше вы увидите. Если вы будете делать, как я вам говорю, будет все нормально, и вы запоете. Сафан, ну вот на твой взгляд, чего вам не хватает того, чтобы выйти на ту сцену, на ту профессиональную, чтобы работать на том же уровне, на том же уровне, на ком работает сегодня «Майер Саун», там и другие коллективы, там хор турецкого? Ну, однозначно, это времени репетиций, это однозначно. Я тебе скажу, Сиран, и тот же хор турецкого, и тот же «Майн Саун», они каждый день идут на работу петь, это их работа. Они за это получают деньги. То есть у вас не хватает еще той подготовки, да, профессиональной, да, чтобы вот именно… Видишь, если бы я их видел чаще, если ты видишь чаще, ты не только поешь больше, ты в процессе видишь, что им сказать. Там не только пение, правильность этого пения, там постановки, там много тонкостей, нюансов, вот на которые у меня просто не хватает времени. Я свое время, которое имею для «Бельбека», отдаю для того, чтобы раскидать им партии. Отфильтровать, очистить, вот этого времени не хватает. Ну, здесь еще должен быть какой-то менеджмент, да, чтобы коллектив открутить и распиарить. Кто этим занимается? Вот я пока умышленно этим не занимаюсь. Вот когда я им скажу, вы готовы, я хочу это увидеть. И, может быть, еще сегодня я бы сказал так, что я бы не против иметь еще двух человек. Потому что есть вещи, когда расписываешь акапеллу, я вижу, что вот семь человек – это, естественно, и плотнее, и глубже, и интереснее. Ну, мы в этом плане тоже ведем работу. Вот ребята привозили уже несколько человек. Неплохие ребята, поют, голоса есть. Но вот в нашем пении основа – это все-таки слух. А акапелла – это немножко другое пение, оно и сложнее, конечно. Здесь без слуха просто делать нечего. thenо, как в лесу остались уже в圈. И вот и все завис stuntman. Сейчас мы расскажем о том, что все инстинклэк, Если вы нас пригласите на Восточный базар, мы бы приняли участие в Восточном базаре. Я вообще ценю этот конкурс. Я скажу тебе, это будет не лезть с моей стороны. Мне нравится наблюдать. Я все-таки считаю тебя основоположником этой темы. Поэтому, когда я вижу, что Восточный базар из года в год набирает, и причем конкретно набирает, приятно участвовать в таких проектах. Вот есть такое мнение, Восточный базар, что Бельбеку немножко не хватает шоу на сцене. Вот не хватает нам времени, конечно, правильно. Шоу нужно на сцене. Но вот опять я говорю, вот это время, я не знаю мне, что делать. Учить с ними песню на то время, которое мне отведено, или делать постановку. Я ругаюсь с ними очень. Сиран, если ты у них спросишь, они тебе скажут, что я их заставляю собираться без меня в Симферополе. Но как-то у них не получается по времени. У кого-то вот сейчас урок за этот свободен, у нее вот сейчас свободно этот занят. Но это все для меня не оговорки. Я этого добьюсь. Эта дорога ведет к долине Бельбек, в честь которой и был назван знаменитый Крымский ансамбль, и в районе которой живет художественный руководитель коллектива, заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым Мустафа Абибулаев. Это он нас встречает. Встречает гостеприимно. Сразу кофе, чай, сладости. За столом его супруга. Молчаливая, скромная, но настоящая хозяйка и хранительница семейного очага Виля. Кухня – это ее территория, собирающая всех членов семьи обязательно на завтрак, на обед и на ужин. Хочу сказать вам всегда, на что бы ни делал, очень делается вкусно. У Мустафы тоже есть свое любимое место. Ну, вот это, значит, мое любимое место. И не только мое. Здесь с удовольствием, когда Бельбек приезжает на репетиции, они, как правило, садятся кто где, вот по всей этой площадке. Вообще, Мустафа гордится домом, каждый кирпичик которого был поставлен его собственными руками. Сегодня он с удовольствием проводит нам экскурсию по нему. Вот отсюда вот поднимаюсь я на репетицию. Бельбек меня ждет. Награды, которые сегодня имеет Бельбек, самое памятное, наверное, для меня это, может быть, он не столь значимый по своему статусу, но вот этот диплом, который назывался «Лауреаты в номинации «Открытие года», это как раз в «Шевале» нам дали номинацию «Открытие года». Кстати, если бы Мустафа Абибулаев не стал бы руководителем ансамбля «Бельбек», то наверняка стал бы руководителем какой-либо хоккейной команды. Меня тянуло в хоккей, но какая, может быть, музыкальная школа или в рот-музыке, когда есть хоккей, клюшка. Клюшкой ему управлять так и не довелось, но зато с топором справляется отменно. Мустафа любит острые предметы, они даже являются украшением одной из стен его дома. Вы, наверное, обратили внимание на рост нашего героя. Конечно, и он в свое время был соблазнен перспективой стать звездой волейбола. Я играл в волейбол, я играл за сборную, я играл в футбол. Я, кстати, учился в музыкальной школе по классу аккордеон. Но все же Мустафа Абибулаев стал музыкантом. Его история пути к этому не менее интересна. Просто мы пошли купаться, и после купания я услышал музыку. И вот я вот так остановился внимательно, присмотрелся, прислушался. Вы верите, я прибежал домой, я достал аккордеон. Вот эта точка, вот эта точка была отправной. Каждый раз, пересматривая свои фотографии, он смеется в лицо этому озорному мальчишке и никогда не забывает про родителей, которые подарили ему такую увлекательную жизнь. Ну, я считаю, то, что касается вот моего всего музыкального, это родителей, конечно. Что бы ни происходило в его жизни, радость ли, печаль ли, он обязательно поделится своими впечатлениями со своим черно-белым другом. Он его точно поймет и примет таким, какой он есть. Мустафа смело смотрит вслед прожитым годам, понимая, что все в его жизни было не зря. Он привык дарить людям радость и приятные эмоции через свои песни, через музыку и даже через улыбку, с которой он встречает гостей и также тепло провожает. Расскажите о юбилее, о 50-летнем юбилее, который вы будете справлять. Мне исполняется 50 лет. Я хочу, конечно, сделать... Честно скажу, я не думал об этом. Меня на эту тему навели мои друзья, многие музыканты. Они просто сказали, надо сделать. Ну, постараемся мы сделать нормально. И причем с вашей помощью. Мустафа, ну что, я тебе хочу пожелать удачи, чтобы энтузиазм твой не заканчивался. Успехов тебе, твоему коллективу. Я взаимно хочу пожелать вам всем удачи, твоим всем проектам, твоим начинаниям, здоровья вам всем, твоей команде. Я, видя вашу работу, думаю, что у вас все будет нормально. В ритме сальцит, словно бабочкам спорхнет. Эта девушка, умея взглядом, важным обожжет. Огненной стрелою летит прямо в сердце. Послание с ладошки, воздушный поцелуй. Ну что ж, к сожалению, наша программа подошла к концу. Но я с вами не прощаюсь, я вам говорю до встречи. С вами был Сиран Мамбетов. Смотрите нас по субботам. Пока. Субтитры подогнал «Симон»